В последнее время я в себе заметил такую вещь, что какие бы Pro-геймпады, предназначенные для PlayStation 4, я не подержал в руках, все равно по итогу тянусь я именно к оригинальному DualShock'у. Возможно, это привычка, которая была выработана с момента его покупки, либо я просто до сих пор не нашел своего идеала, который мог бы меня удовлетворять по всем параметрам. И что же я подразумеваю под понятием, как идеальный Pro-контроллер? Во-первых, это его грамотная эргономика, чтобы не было люфтов, скрипов, были плотные стики, хотелось бы еще противоскользящие рукоятки, но в целом я могу обойтись без них. Конечно, также Pro-геймпады должны иметь базовый набор кастомизации, и важно, чтобы к ним был максимально быстрый и удобный доступ. И, увы, так получилось, что именно последний пункт не удовлетворял меня пока что абсолютно нигде. Но в качестве альтернативы тут всегда приходят модифицированные варианты, которые, как бы это странно не прозвучало, но еще и модифицировать нужно нормально. Один из таких у меня был два года назад, модифицированный DualShock от Gears Gaming. Но так вышло, то что поиграл я с ним не очень долго. Нет, он не сломался, я не разбил его в хлам после какой-то катки. Мне пришлось его продать, потому что весной 2018 года я переходил на Pro-версию консоли. Старую консоль я сливал на Авито, чтобы набралась нужная сумма, а еще остальная часть была с донатов. Обычный геймпад я отдал тогда другу, а тот, что с лепестками, оставил себе. И как бы, ну тут логично, что без геймпада консоль в принципе хуй кто возьмет, поэтому приходилось жертвовать тем, что у меня было. Жалею о своем поступке до сих пор. Но вот буквально два месяца назад я чисто из любопытства зашел на сайт своего старого рекламодателя Shop2Play в поисках чего-то нового. Все-таки прошло как никак более двух лет, но за это время же должно быть какое-то минимальное обновление ассортимента. Обновление случилось, и вот как раз сейчас я его держу в руках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы, наверное, обратили внимание, данный геймпад был подвергнут внушительным изменениям, и теперь вместо двух задних лепестков у нас появилось четыре, что, как по мне, очень смелый подход, потому что зачастую не каждые крупные фирмы могут нормально эргономично расположить хотя бы два лепестка, не то что четыре. И хорошим таким примером был, возможно, многие удивятся, SCAV-контроллер, а именно модель Infinity Pro. Геймпад, с которым у меня давно были личные счеты. Когда я снимал на него ролик, то был почти уверен, что это будет мой идеал. Подкоплю деньжат, закажу свой личный образец, и никакой другой геймпад я больше никогда в жизни себе не возьму в руки, но судьба оказалась той еще сукой, геймпад мне не понравился вообще. За свой высокий прайс лепестков было два, но тут ладно еще хрен с ним, ну два и два. Че бубнить-то? Вот только эргономика и последующий хват для меня уже вышли в какой-то ад. После каждой игры средние пальцы у меня постоянно были в напряжении, и долго держать его в руках, пользуясь лепестками, я не мог. Хотя в комментах мне писали, и в ВК писали, что они себе тоже покупали SCAV, им все нравится, и бла-бла-бла, я ни в коем разе не отрицаю, что вам мог понравиться такой геймпад, но нужно понимать, что комфорт — это субъективное понятие. Я также знаю кучу людей, которым даже обычный DualShock не нравится, и осуждать за это я их не могу, потому что свой уровень комфорта все оценивают по-разному. И я почти уверен, что этот образец тоже не будет исключением, но, как говорится, все всегда познается в сравнении, а за этот период наиграл я им, поверьте, настолько много, что сказать мне есть что. На самоизоляции времени у меня хватало, но нервы, походу, уже заканчиваются. Да, самоизоляции придерживаться сейчас крайне непросто, особенно, когда это необходимо, но так или иначе, подчеркнуть из этого плюсы вполне возможно. Например, можно научиться неплохо готовить, совершенствовать свое тело, прочитать интересную книгу, но кого, черт возьми, я обманываю. Большинство из нас любят играть, и порой долго. Но, как мы знаем, чтобы играть долго и хорошо, для этого нужна энергия. И хорошей альтернативой для его восполнения может послужить имба, которая еще и не содержит сахара. Тем более, что ассортимент магазина растет не по дням, а по часам. Вроде вот, помню, год назад было всего лишь три вкуса, а теперь целая кладезь, мохито, вишня, яблоко киви, клюква, виноград грейпфрут, апельсин корица и многое другое. Надеюсь, на этом эксперимент и не закончится, и в будущем появятся вкусы, как арбуз, клубника, персик или ананас. Хорошо, что у сервиса превысмотрена бесконтактная доставка до двери. Согласитесь, куда более безопасное решение в наше время, чем хранить дома кучу банок, которые неизвестно, кто вообще трогал в магазине. Да и где еще вам позволят применить мой личный промокод, что даст вам скидку в 10%? Но лично я рекомендую ознакомиться с приобретением специальных комбо-паков, где ты, во-первых, от магазина получишь скидку до 25%, во-вторых, зарегистрировав товар, ты сможешь принять участие в неплохом розыгрыше и выиграть копию грядущей игры Киберпанк, денежные сертификаты на любую игровую платформу или три любые упаковки энергетика на выбор. Не скупись, запасайся по полной. И, конечно же, помни, все хорошее всегда должно быть в меру. Переходи по ссылке в описании и становись имбой прямо сейчас. Возможно противопоказания перед покупкой, обязательно ознакомьтесь со ставом. Итак, приступим к сути. Упакован геймпад у нас достаточно просто и незамудренно. Обычная коробка с пупырчатым пакетиком, где и лежит сам геймпад. Минимализм это всегда хорошо, тем более в нынешнее время, когда на технику сильно взлетели цены. Я думаю, мало кто захотел бы отдавать лишние деньги за одну только упаковку. Внешне, как и следует ожидать, нас встречает самый обыкновенный DualShock с небольшими изменениями. И более шарящий за консольный гейминг народ может даже ненароком подумать, что я держу в руках СКАФ из-за его рукоятки, потому что этот дизайн сейчас считается чуть ли не визитной карточкой компании, но нет, это не СКАФ. И уже этот момент выдают не что иное, как лепестки. Их тут, во-первых, четыре, во-вторых, имеют весьма нестандартную форму и даже напоминают крылья, что как бы не совсем далеко от истины, потому что данная модель называется не Crosshair, как было у более младшей модели, а Dragonfly, что переводится как стрекоза. И да, действительно, их форма, она ну практически один в один, что для геймпада выглядит ну очень необычно и делает его не похожим на все остальные. То же самое можно сказать и про перечень настроек с его таким весьма нехуйственным количеством, просто если кто-то подумал, что здесь можно лишь дублировать лепестки, то ху-ху-ху-ху-ху, это далеко не так. Дублирование, это даже не половина его функционала, даже не треть. Но об этом чуть попозже. Поговорим пока про эргономику, и в целом могу сказать, что задумка с лепестками реализована не так уж и плохо, я бы сказал, очень хорошо. Средние пальцы на лепестках располагаются как положено, не уезжают куда-то в бок, хват контроллера чувствуется более-менее уверенно, и к тому же посмотрите на верхние клавиши, как расположены мои пальцы там. Пока всякие горе-инженеры придумывают абсолютно дебильные неудобные кнопки для расположения среднего и безымянного пальца для так называемого псевдокомфорта, что сделали ребята из гирс? Они просто нахуй всех послали, дали волю фантазии, и получилось то, что вы видите сейчас. Нижний ярус, то есть самый основной, он задействует пальцы сразу, верхние уже как вспомогательные для менее приоритетных настроек на данный момент не задействуются вообще. На них получится нажать лишь тогда, когда вы намеренно захотите это сделать. Палец придется либо приподнимать, либо тыкать средней фалангой. Но есть в этой сборке один такой момент, который для пользователей окажется весьма спорным решением, и это корпус геймпада. Как вы заметили, у меня он прозрачный, сквозь него видны детали, вибратор, вибратор, фу, блядь, вибромотор. Такой подход к дизайну мне абсолютно не понравился, даже более того, это мой первый контроллер, который выполнен в таком подобном стиле. И поначалу мне казалось, что на основную эргономику и хват это не повлияет вообще, либо повлияет, но не сильно. В реальности, если вы долго играете по сетке, не как даун, блядь, просто фанитесь и подставляете команду, а идете вот прям чисто на победу, то подобное решение, оно может сыграть с вами очень злую шутку, потому что геймпад будет очень сильно скользить в руках. И если бы не вот эта задняя отделка с вот этими каплями, то удерживать геймпад было бы гораздо сложнее. Но вот недавно произошел еще один комичный случай с моим знакомым, которому консоль я давал примерно на неделю, вместе вот с этим. И когда я его спросил про удобство эксплуатации геймпада, ответ меня не на шутку поразил. Во-первых, так же, как и в моем случае, лепестки абсолютно для него не создавали никакого дискомфорта, при том, что рука у него гораздо, блядь, больше моей. Но вот что не понравилось ему, так это задняя отделка. Мол, руки из-за нее скользили еще сильнее. А на передний пластик он не жаловался вообще. То есть получается, если до этого вы вообще не имели опыта с нечто подобным, то для вас это может выйти в такую нехилую лотерею. И, наверное, тут я бы посоветовал взять образец с корпусом от обычного дуалшока, где используется вот такое легкое матовое покрытие. А к нему, допустим, на пару взять кожуха из неопрена, неопрена, такой же, как у меня. Есть, конечно, еще из изолона, но это если уж прям совсем денег мало, лучше, конечно, неопрен. Изолон, он куда б менее износостойкий и очень быстро пачкается. У меня он был, не прожил дольше двух месяцев, а стоит эта шняга 500 рублей. Вот за этот я отдал примерно тысячу, ему уже года три, и ему вообще до пизды, что я с ним делаю. Итак, теперь перейдем к опциям. Формально с прошлого раза принцип настройки не поменялся, но, учитывая, что на канале есть новые зрители, которые, возможно, не видели старых обзоров, для них придется объяснить с нуля. Остальным просто освежу память. Настройка происходит путем простой комбинации из четырех кнопок. L1, R1, правая крестовина и квадрат. Их нужно удерживать до появления белого индикатора на световой панели. Если индикатор горит, значит геймпад находится в режиме настройки. Далее удерживаем лепесток и клавишу, которую нужно продублировать, и ждем, пока индикатор погаснет. Все, кнопка готова. Все максимально интуитивно и понятно. Это не ваши скафы, где переназначение клавиш хоть и быстрое, но в то же время халтурное и ненадежное. А что тут халтурного-то? Магнитик приложил, на две кнопки нажал, настройка занимает буквально секунды две. Халтура в том, что эту поебень тебе просто так никто не положит. За нее ты будешь доплачивать, а если случайно потеряешь, будешь брать новый. И еще доставку посчитай в размере 10 евро, что в сумме все вместе выходит около 20. А вот чтобы сделать нормально для людей, просто замутить комбинацию, «Не-не, мы будем вести себя не как все, не как все, имею в виду как пидоры последние, придумаем проблему и будем к ней продавать решения». Заебись сервис, ничего не скажешь. Но, конечно, как принято у многих про геймпадов, дубляж хоть и является основной фишкой, но при этом она далеко не последняя. Что же тут есть еще? А если вкратце, дополнительных настроек тут целых пять, из которых реально полезных, но лично для меня оказалось только две. Остальные мне не очень вкатили, потому что заточены они на комбинации, либо одновременное прожатие двух или даже трех кнопок одновременно. Игры, которые зациклены именно на комбинациях, знаю я таких немного. И первое, что мне в голову пришло, это МК. Хотя и там есть тоже свои ограничения. Например, длинную серию из поочередного прожатия вкупе с двумя кнопками, что нужно прожать одновременно, такой геймпад запоминать не умеет. И на деле это даже хорошо, но потому что банально рожа треснет. Однако прописать комбинацию из пяти кнопок, это, конечно, реально. А учитывая, что лепестков у нас четыре, и комбинации можно захерачить тоже четыре, причем даже не обязательно, чтобы это была одна и та же серия, ориентированная на правую или левую сторону, биндить можно что угодно в рамках дозволенного. L1, R1, правая крестовина и крестик. Загорается индикатор. Выбираем нужный лепесток, и теперь самый ответственный момент, ввод нужной комбинации с указанием задержки между срабатыванием каждой кнопки. Это чертовски важный момент, без него ничего работать не будет. Результат комбинации выглядит примерно так. Есть еще другая опция, как турбоклик. Настройка тоже весьма узконаправленная, потому что ее принцип это зациклить кнопку до бесконечного срабатывания, пока вы нажимаете на лепесток. Я уже не буду так подробно говорить про настройку, потому что принцип тут везде один и тот же. У нас тем более не руководство. Если геймпад вы надумаете взять, то не переживайте, там будет инструкция. Собственно говоря, вот как работает турбоклик. Но вот опция, которая действительно пригодится всем, это профили, которых тут, внимание, 4, 4 профиля на одном модифицированном контроллере. Я такого прежде не видел нигде. Обычно в Pro Game Paddock Standard это 2 профиля, в очень узких кругах 3, но 4? Ух! Чтобы вы понимали, даже у Skaf'а профиля нет ни одного. Конечно, никаких рычажков у нас тут не имеется, потому что все, как обычно, привязывается к комбинациям. И это вот прям дело 3 секунд. L1, R1, правая крестовина и треугольник. А сами профили привязаны вот к этим 4 фигурным кнопкам. В режиме настройки нужно подержать одну из них секунды-две, и профиль будет загружен. Мне кажется, что уже только ради этого стоит как минимум присмотреться к такому геймпаду, потому что аналогов ну просто не существует. Не видел ни одного. Конечно, да, я тут все говорю, какой он хороший, там прекрасный, но про цену так ни разу и не намекнул. 10 700. Причем, чтобы вы понимали, это минимальная комплектация, где идут 4 лепестка, скрипты и, в принципе, все. Материалы корпуса, все это стоковое. Но, если вы один из таких людей, у которого вкусы весьма специфические, то можно заказать дополнительный апгрейд на прочие компоненты, как ограничение курков, клавиши с механическим срабатыванием, другая расцветка или положить в комплекте еще и кожух. Цена, конечно, выйдет немножко больше, сторонние модификации это уже хотелка, если деньги лишние завалялись, и вот душа вот прям просит их куда-то вложить. У меня доп. компонентов нету, ну, кроме другого корпуса, хотя я вам уже говорил, что такое решение, оно чисто на любителя. Но, конечно, я понимаю, что не у всех может хватить капуста даже на базовый арсенал, поэтому именно для вас у меня есть хорошая альтернатива. Иди работай! Ладно, я шучу, если у вас имеется свой личный геймпад, то можно просто заказать к нему апгрейд, что выйдет в два раза дешевле, если не нужны 4 кнопки, а хватит хотя бы двух, и чтобы не было скриптов, это тоже можно организовать, тут цена, мне кажется, будет подъемной для всех. Вот только есть несколько «но», где от апгрейда я бы советовал на время отказаться. Например, если ваш геймпад похож примерно вот на это, когда он скрипит, пердит, стики залипают, сам он выглядит как кусок говна, то, конечно, лучше сперва обновить сам контроллер, а уже потом, если денег нет, немного подкопить и уже заказать апгрейд. Второй случай, если ваша консоль все еще на гарантии, и геймпад у вас дома только один, тот, что был из коробки. Пока гарантия не кончится, его ни в коем случае нельзя не то что модифицировать, даже просто вскрывать, так как вы сорвете пломбы. Если на консоли в будущем обнаружится серьезный дефект, никто вам ее потом не заменит. В таком случае от апгрейда лучше реально воздержаться, или как в первом случае, просто купить другой контроллер, где будет не жалко лишиться гарантии. А теперь-то я могу точно сказать, что до выхода PlayStation 5 я наконец-то нашел свой идеал. Возможно, в будущем, что я сделаю, это просто поменяю переднюю крышку, скорее всего, вытащу ее со своего старого контроллера, благо навыки в разборе у меня какие-никакие, но есть. Такой подход к дизайну геймпада мне лично вообще не зашел, и причем еще ладно в одиночных компаниях, там еще более-менее нормально, но когда на компе я запускаю колду, дольше получаса удерживать контроллер у меня не получается, рука дико скользит, как будто ее мылом измазали. И это также еще отражается на эргономике лепестков. У меня постоянно были мисклики, потому что рука съезжала. На этот геймпад я оставлю ссылку в описании, она не реферальная, а то, блядь, я вас знаю, вы меня за подобные ссылки готовы чуть ли не с говном сожрать. До выхода новой консоли все равно ждать чуть меньше года, и, скорее всего, ее релиз по-любому перенесут на следующий, поэтому в любом случае покупка окажется оправданной.